он еще справа с проводка сделаю катька по просьбе подписчиков вот такой сомик у нас есть будем сейчас его готовить на мангале доброе утро дорогие друзья не смотрите что на улице темно сейчас 3 часа ночи и я выезжаю на рыбалку не могу без кофе вообще проснуться почему так рано вы думаете может сегодня будет интересная рыбалка во-первых я еду на остров с одной стороны далеко с другой стороны близко остров находится прям в центре киевом туда очень нужно добраться на переправе и сегодня у меня необыкновенный напарник так что начинаем ребята сегодня со мной на рыбалке точнее я на рыбалке сегодня с федором булько это разработчик известных рыловных снастей селект уже известны конечно сегодня мы что будем ловить рыбу ждем сейчас нашу переправу смотрите ребята за нами приехал юра гранковский он живет на острове правильно юра и он нас любезно принимает у себя в гостях классное место такое для костра тут короче целый город у юры конечно я бы тоже жила на острове с апреля в таком-то месте в апреле всего этого не было ребята я вам позже покажу тут остров потому что мы сегодня будем тут обедать обязательно а пока что мы с серией быстренько идем собираться с нафте вам тоже все расскажем покажем позже потому что мы не хотим что сделать я не знаю что ты не хочешь я знаю что я хочу сделать что но правильно не пропустите утренни клюва что я имею ввиду прекрасный рассвет уже отправляемся все собрано ровно 500 юрчик нам несет топливо вообще не глубины можно веслами да об дно грести и думаешь это быстро гребешь это яблодобра сантиметров 10-15 да я вижу вижу не выпадет так как руками бери блин суши это эти скуши нормальный окунь слушайте а что здесь произошло вообще короче я понимаю что дергается рыба а потом бах и перестала дергаться и тяжелее идет на грунт в траву залетела смотрите хороший окунь да мы его освободили реально классный ой он закрывал чуть-чуть сейчас мы его осуществлять блесну прогротил ну хочу вам сказать для почина неплохо было сегодня только забросов вот так вот на это блю фокс повода блесна у меня даже не помню что блю фокс на блесну по хлопай внешними сторонами ладоней вот молодец пупсик у меня клюнул именно пупсик да это ты хотела там папу мама это этот рыбенок пришел типа привет слушай но все равно приятно с почином тебя на силикончик время идет идет если раньше фото вообще всю рыбу сейчас чтобы сделать фотку мне уже надо рыба какая-то я так умею фотографировать мне вечно обменяют фотошопе я так умею фотографировать фотошопить я этого не скрываю я скажу фотки которые выкладываю я немножко их обрабатывают обрабатывать да но фотошопить это размер рыбы добавляешь размер это ракурс широкоугольный объектив сейчас на телефонах уже это появилось не суть то есть можно рыбу сделать побольше в кадре хорошо вот тебе и окунь и правда размер с того же выводка пупсяшка с того согласен поводу ракурсы не меня меняешь я прям там размер рыбе приделываю то этой фигней мы не занимаемся но типа да 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 как то типа увеличиваешь это все просто мы уже опытные ребята умеем красиво фотографировать а людей приучили что ну короче к чему я вот на рыбалке да ты фоткаешь рыбу там на 7 килограмм ты можешь чуть руки там вытянуть вперед там чуть там да 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 вот у тебя смотрится рыба большая ты ловишь рыбу на килограмм двенадцать-пятнадцать я про карпа вспоминаю ситуацию вы когда которая была недавно и ты не можешь вытянуть вытянуть его и в кадре по сути финальный результат ты получаешь одинаковые фотографии да 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 согласна с тобой очень прикольным рыбачком он карпятник он говорит федя ты меня так сфоткал говорит что это семерка выглядит больше чем винахо которую вы поймали позже да 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 сто процентов так она есть это правда чистая что с большой рыбы вот я фотографировалась с карпом 18 килограмм который мы недавно поймали он на фотках кажется меньше ровно 18 огруженный мешок 1804 или 03 давай катюха да по огонь я думаю сейчас некоторые твои подписчики мне завидуют ребята мы среди как люди которые избавились от лишнего веса смотрите видите какие у нас перекусы приятного аппетита спасибо так люблю покушать на воде вообще люблю покушать даже не на воде оказалось такая как будто не мелкий я просто уже хотел подсечь крупнее чем были до этого меньше чем мой но крупнее чем те два что ты ловил до этого это хоть перейти на отводной поводок мне хочется больше реализации больше рыбы но на самом деле для такого окуня наверно ему все равно или это обычный джих или отводной но иногда бывает ситуация когда отводной приносит больше поклевок просто я никогда не ловила отводной поводок и я бы хотела что ты мне показал сейчас мои подписчики тоже не знают что это значит все кроме тебя катя получается вообще суть представляешь или нет не вообще не представляю если вам эту снасть на секунду ты расскажешь мне не стыдно признать что я чего-то не знаю поэтому расскажи пожалуйста про трудно поводок есть несколько вариантов разных монтажей я сторонник самого простого самого банального я не люблю там тройные вертлюжки ставить вообще какие-либо дополнительный момент у меня это просто поводок из флюра груз крючок все больше никаких дополнительных элементов а за полтора метра хочешь сделать да ну полтора метра это скажем это кусок флюра который я для этого беру потом я вот где-то сантиметр 25 отступаю 2025 здесь восьмерочкой петлю делаю сюда часто ставят тройной вертлюжок там чтобы не закручивалась но я не заморачиваюсь поскольку я такой снастью ловлю крайне редко затягиваю просто поэтому не заморачиваюсь на короткий отрезок я цепляю грузик неважно какой там палочка не палочка принципе можно поставить что-то типа такого чтобы дальше летела ну тетяша спиннинг до 12 грамм для этого и 12 грамм поставлю чтобы ловила этой снастью чем проще снасть тем быстрее ты вяжешь и тем больше времени экономишь один край на второй край понятный крючок чаще всего со всех не цепляю есть еще варианты скажем разных приманок которые можно использовать чаще это какие-то пассивные или черви или какие-то креатуры креатуры я имею ввиду то на что мы с тобой получили пару поклевок на предсеренник до новость лапка сейчас в разработках это да пока не показываем и говорим что не показываем но показываю скажем сейчас это стадия тестирования как будет называться модель или секрет еще нету названием модель придумал уже уже тестируешь и название еще не придумал все монтаж готов подожди сюда приманка за петельку у тебя там твой поводок застежку сюда цепляешь и в чем фишка получается сады у нас на метр от груза приманка идет застежка это сейчас свободно болтается то есть приманка более медленно опускается на дно после потяжек после рывку опять же когда рыба пробует приманку она не чувствует тяжести грузика вот возможно ну я не думаю что это сильно влияет как-то но в любом случае приманка себе просто планирует в толще воды и рыба более охотно ее кушает мне кажется так сложнее засечь нет именно вот такой монтаж он чем плох для рыбы что рыба его очень сильно глотают но с первого заброса нифига себе да так это просто вот в чем это видишь рыба на обычный джиг реагировал чуть хуже а тут поменял подачу приманки и вот сразу же на первом забросе поймал пупсика а теперь тогда и подписчикам расскажи в двух словах тоже сказал мне по поводу проводки забрасываем как фидер приманка груз опустился на дно весь монтаж зависимости одна можно ну и я ловлю по-разному то есть чаще всего я просто опускаю вершинку вниз и делаю короткие рывочки как как твич его небольшой паблерок там 12 рывочка 3 рывочка там и обязательно длинную паузу как правило на паузе тебя после рывка приманка чуть вверх поднимается и на паузе на у тебя плавно опускается если это там твистер у него может хвостик подыгрывать если это какая-то креатура у нее на паузе осыпания идет типа лапки шевелят именно вот в этот момент происходит поклевка когда там первый печок скажем когда рыба пробует приманку я как правило не посекаю сразу делаю еще небольшую паузу чтобы рыба более уверенно зайти заела опять сразу поклевка я пола чтобы рыба заела а потом уже тогда посекаешь да я делаю проводку вверх получается грузик одну стучит вот такими емду поднимается вверх и и падает за губом это тоже скажем своеобразный метод для привлечения рыбы тут еще такая штука что когда ты на отводной ловишь рыбу сопротивление чуть-чуть другое ну скажем более сильно но у тебя кабанать я скажу очень приличный хороший хороший только смотри он какой-то яркий да да я вижу но это уже такой рамки 400 я ловлю рыбу реже я ловлю рыбы больше может быть я думаю что у тебя просто были еще поклевки которые ты не почувствовала она понимаешь ты понимаешь почему так у тебя идет поклевка не напрямую на твой шнур а у тебя поводок сбоку телепается и ты просто можешь не почувствовать все касания рыбы ну как они есть но просто ты может не ожидаешь их услышать смотри пиявка на нем такая здоровая надо его освободить от нее ты и ну давай давай съешь я не просто хочу чтобы ему было лучше чтобы ему лучше жилось я так его поймала сделала ему стресс хорошенький отличная рыбка очень нравится мне такие акушата а давай теперь незаезженными фразами блогера хорошая рыбка клюнула вот типа нормальная снасть это вы все блогеры такое говорите да когда мне самому нравится снасть то мне не надо ее хвалить я и так знаю что в принципе толкова нравится эта удочка и ты расскажешь чуть позже еще порыбачим пока пока у нас клюет подписчикам за свою разработку и так понимаю что тоже новинка новинка ну уже не новинка потому что она уже продается какое-то время до баллон ты понимаешь вот 2 удочка это новинка которая уже серийная завода это вот как горячий пирожок вот это она уже в дороге но еще не продается вот эта новинка форс да есть еще одна удочка фрик но чтоб ты понимала вот если вот удочка который ты сейчас ловишь там вот ее цена там 1000 1100 то то удочка которая следующая она 500 600 гривен стоит да ну меня задача как бы бюджетными снастями заниматься вполне можно увидеть такой приманкой хотя там я я не думаю что будет хуже работать не просто я хочу чтобы ты рассказал за снасть потому что я стараюсь своим подписчикам ну вот смотри вот нет нет вот вот у тебя нитро в длине 244 я тебе дал вот неспроста именно эту палку я не для меня эти условия в принципе новые я не знал как и на что мы будем ловить поэтому я взял по два комплекта каждому один коротыш то есть в серии есть и короткие и длинные удочки короткие я думал что мы будем ловить утром на поверхностные приманки там поппер и волкеры мы попробовали не получилось но как бы сегодня не получилось другой раз получится эту палку взял под обычный джиг и опять же для отводного лучше брать палку чуть длиннее потому что длинный поводок длинный свист приманки и чтобы было удобнее забрасывать надо палка более длинная вот у тебя 244 у меня 260 у меня кстати палка тоже при при цире на то есть в нитро с момента выпуска этой серии уже добавили еще четыре модели скажем вот под конкретные задачи то есть там есть одна твичевая модель вот у тебя тоже одна из новых это элька до 12 грамм то есть такой тоже не было нет она будет валиться то есть крэнки да на буги я ловил именно этим спиннингом шикарно было опять же для колебла окей и для жериха вот как бы жериха ловлю редко но очень хочу научиться вот конкретно у меня модель это 87 вот это 261 и тест до 16 грамм это скажем то снасть которую мне ну мне не хватало лично мне я думаю что она многим зайдет потому что будет есть и конкретные задачи для которых она очень хорошо подойдет ну пока что тестирую по рыбе которые ловится там окунь судак я думаю что даже река тоже еще доберусь потому что это уже мой блог федора булько они федер и федер рыбалка ну такое себе такое я думаю подписчики мы заслужили сфере сейчас лайк сама собираюсь и лайки спасибо великодушно ну значит ты готовишь обед вот и вот и договорились кивай головой молодец может мелко на так что был сход что-то покрупнее время поклёнка пока что-то покрупнее но все-то он опять вылезет наверх и окажется что суши мы с тобой на одну приманку вещь ловим одна работа это типа можно не менять вот я пока думаю запускать эту приманку или нет но можно спросить у подписчиков как вы считаете может десяток окушков поймали на сегодняшний день кстати еще один момент по поводу ловли на отводной вот во время заброса те кто ловит фидером знаю что такое перед приводнение приманки от грузика нужно остановить шпулю чтобы груз резко остановился поводок немножко уйти дальше для того чтобы избежать захлёсток снасти я закинул и виду под об притормозил груз упала поводок за ними получается у меня снасть в рабочем состоянии ничего не запуталась и захлестнулась я не успел еще раз скажи это смотри это судачок огромный большой мощный вот это ты спрашивала можно ли судака ловить только спросила у феди можно ли на отводной поводочек поймать судака и смотрите аж бегом ну давай судаком мы не будем его называть ну подожди я кто это туда это же не опунь правильно судачишка клыкастый здоровый такой вышел пацан вот и ты был прав что не помешает мне что у меня приманка уже без кусочка хвостика так это же просто другая приманка ладно ты разбирайся хочу половить кстати может быть я тоже была пока легко судакова потому что поглевка была у этого классная такая реально подумала что это окунь вот и точно иди даже не по мамку по папку а по бабушку и дедушку я хочу еще у тебя спросить пару слов про катушку я смотрю тоже нитро вот такой комплектик мне ну мои мои внимательная да да ну да что написано ты еще читаешь надписи мне мне нравится комплект катушки классный ход то есть ну пока я уже помала несколько рыб мне нравится удочка и катушка я так понимаю что катушка тоже как вот бюджетная скажи немного от а ты из тех людей которые делают выводы после первой рыбалки или нет ну я как у вас как у вас блогеров принято после первой рыбалки я могу понять свои первые ощущения но конечно глобальные выводы из настях я могу сделать несколько рыбалок а как ты сделаешь выводы если только один раз половишь я поэтому спрашиваю расскажи подробнее немножко разрабатывал это понимаешь знаешь у нас среди разработчиков есть такая шутка про разработчиков кто такой разработчик вот типа у тебя есть катушка а что-то она плохо крутится так она разработается вот человек и крутишь человек разработчик ну смотри для меня вот самая главная цель это чтобы снасть не мешала ловить рыбу я это часто и много где говорю вот пусть и на рыбалку привозь ловить рыбу они бороться со своими снастями такой вот катушка вот это вот какая у нее штука она очень классно работает с тонкими шнурами у тебя 0 6 здесь хотя я уже стал той 0 4 0 3 в принципе выдавая чуть намотку покажу это не крути потому что ну в принципе его ловлю профиль вполне ну как бы ровный здесь вкручивается ручка ты этого не видишь но это так да вот сейчас буду такой рак уж наверное подписчикам больше понравится с ляхами ладно ладно давай ноги лицо ноги лицо вот здесь 7 подшипников каких-то знаешь там вдаваться вот эти маркетинговые прикольчики там бортик подкрыт нитридом титана там туда все не буду еще такого говорить она вполне легкая у нее без той который ты ловишь где-то не не скажу и что да да я просто разработчик все все правильно пока она не книг не крутится я думаю что еще не рассказать такого чтобы такого опять же ну скажем твои зрители сыра не увидят что внутри по что-то нужно делать обзор то есть к начинку там подшпульный узел нет я еще не делал потому что катушка еще не продается она уже в дороге это вот финальные образцы завода но я и ими уже давно ловлю активно ловлю это уже в дизайне у меня были образцы не в дизайне дизайн очень нравится скану скани ну и между что сама катушка внешне как выглядит чем-то похоже на да его у нее кстати тут уже изменен гайка фрикциона она широкая плоская но она легкая то есть тут шпуля легкая и что мне очень нравится это плавный ход этой катушке это ты могла заметить хватило даже нынешней рыбалки ты просто карпятница поэтому не знаю что там почувствовал ну да и катушка будет стоить где-то тысячу сто тысячу двести гривен ну там зависимости от размера будет три размера два два с половиной четыре шпуля будет только одна то есть не будет там мелкой глубокой будет только от средняя то есть чтобы в принципе бэкин нужен для тонких шнуров но кто ловит толстыми шнурами то будет как раз нормально что нравится ребят спиннинговой рыбалки даже надоело место хоть и рыба у нас ловилась но можно сменить локацию и поискать новую точку да там не кофе там коньяк знаешь а мой термос мой термос японский он как холод покорняет так и тепло там виски с и льду опять эти заученные фразы плодеров ну конечно самое главное у тебя же такой же термос ну я ж не говорю что у меня там не холодно у меня там просто вкусный репеток реклама это реклама нам мы с Вене заплатили ладно только мне пathom охожа на судачка да ну поimi хорошо он не трусит головой это и судачок ой ещё крупнее такое чем то что я поймала этот этот судачок таких уже кто был да мелко конечно такой будешь фоткаться с таким если пенами кругу ловил я бы сказал с провоз проводка сделаю поздравляю судаком катька по просьбе подписчиков меня нету сценария в карманах можно как-то побыстрее давай давай вот ты мне короче когда будешь выпускать ролик скинешь вот 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 этот тизер я именно вот это себе как тизер за польшу ссылка на твой канал мы вернулись на остров 11 часов утра жара невозможная мы на воде с пяти утра и было хорошо мы приехали на базу сейчас будем готовить настоящий обед знаете тут такой запах я не могу вам передать это пахнут деревья трава пахнут шишки хорошо мне камера запотела просто нереально короче не успокоился федя взял забросил достал окуня для того чтобы сделать с ним селфи Юра просто сказал что на его базе не каждый вот здесь ловит окуня а ты поймал его за минуту только туда отошла и ты уже его поймал первый заброс ну вот кстати я знаю что брать с собой на рыбалку рыбу плохая примета и мы с собой взяли сома точнее федя взял сома я не знаю откуда у него было в морозилке на обед переготовить потому что он очень сильно хотел сома на мангале и в итоге мы и рыбу с собой взяли и рыбу наловили поэтому можете в комментариях написать верите ли вы в такие приметы потому что мы с Федей не верим правильно я не верю а ты не знаю а я утром спросила на хрена ты с собой рыбу взял да вот да можно сказать что так вот поймал меня вот такой сомик у нас есть будем сейчас его готовить на мангале сначала в маринадик и потом на решеточку я обожаю такие вот песчаные пляжи хожу здесь брожу не могу нарадоваться я лапаюсь в воде как в детстве чистейший песочек днепр друзья вы только посмотрите как здесь красиво сделано да Федька скажите будем ставить знаете как круто вечером да вот так сидят для костра ты знаешь я настроен приехать сюда со своими девками я думаю что да я тоже так же разговаривала с Сашей и понимаю что здесь людей нету ты понимаешь что там природа там пляж песок вода и рыба ловится прям с берега даже чувствуете запах передается через экран мне кажется что передается просто балдеж посмотрите ой ребят вот так мы сегодня отдохнули как то попадает свет что у меня такие страшные синяки под глазами но мы собираемся уже домой я хочу в завершении этого прекрасного видео пробежаться по этой базе показать вам ее я наверное оставлю вам контакты Юры под видео не подумайте что это реклама он ни в коем случае ни с кого не возьмет денег за пребывание здесь вот такой он человек он тут живет ему тут нравится и он часто принимает тут скажем так гостей так бывает что-то бывает в жизни безвозмездно да абсолютно безвозмездно вот тут мы тут находимся абсолютно безвозмездно вот такой лагерь Юра построил с моим другом Вовчиком воротником вы его конечно все хорошо знаете я вообще хочу вытащить сюда Вову и попросить это все чтобы мы сняли и Вова рассказал как они с Юрой это делали смотрите здесь у нас кухня с плитой с посудой с всеми делами тут есть аккумулятор умывальничек это вы уже видели здесь костер лобное место тут мы обедали в беседке летней спортзал вот такую красоту вы видели качеля на которой можно покататься прям с видом на Днепр там находится место сразу на объезде в Выжгород вот там остров Великий ну пожалуйста кто захочет приехать к Юре в гости на базу то напишите ему на фейсбук я думаю что всех нормальных и адекватных людей он обязательно примет еще раз повторюсь это не реклама за это платить не надо просто рыбак рыбаку сюда к Юре приезжают ну к Юре с Вовой соответственно сюда приезжают люди и загорают и получают вот такой балдеж друзья вы были на канале катя рыбалка это вам обязательно подписывайтесь кто не подписан смотрите мои видео оставляйте свои комментарии на все наши с Федей с Настей я оставлю ссылку под видео спасибо большое что вы меня смотрите Федя попрощайся с подписчиками моими а конкурс будет без Настей ты что хочешь подарить Насте? я? да я же конкурсом не делаю это твой канал понимаете вот так вот я уже подадеялась ты же хозяйка нужно нужно помыть ну что ты катаешься начинается ну как берешь почалку понятно сейчас сделаю поела и все? да капитан опять есть домой